Все-таки талантливый народ русский и добрый. Россия это вообще страна, которая источает добро. Добро, заметное, конечно же, всему миру, не только населению этой страны. Все смотрят в сторону России и умиляются. Но как же мы без них? Вот если бы не они, мы бы точно не имели ориентиров. Мы бы, загнивающая Европа, например, абсолютно точно не знали, куда нам идти, как воспитывать своих детей, смотреть ли в будущее. А вот Россия, она все правильно расставит по своим местам. 23 февраля, в День Защитника Отечества, замечательный праздник, который в большинстве народов является, кстати, траурной датой, но неважно, в Саборе, в Санкт-Петербурге, это в том самом городе, где празднуют, повторяю, празднуют блокаду. Не стоят, знаете ли, тихо в скорби со слезами, а празднуют, вот прямо с парадом, песнями и так далее. Так вот, в этом самом замечательном городе последняя композиция концертного хора Санкт-Петербурга, ну, можно сказать, гордость всей страны. Спели песню на подводной лодочке с атомным моторчиком. Когда вы понимаете, думаете, что русские, ну, пробили уже все возможные днища, не просто пробили, а уже прорыли целый тоннель, вы все равно никогда не предугадаете замысловатость их мозгов. Вот представьте, в величайшем соборе спеть песню, хором подготовиться на подводной лодочке с атомным моторчиком. И в этой песне солдаты сбрасывают атомные бомбы на США, на город Вашингтон. И что самое главное, культурная столица России аплодировала. Все были в совершенном восторге. Понять эту песню достаточно сложно, поют они, конечно же, замечательно. Но если вы плохо понимаете вот этот окопильный текст, я вам его заранее прочитаю. На подводной лодочке с атомным моторчиком, да с десятком бомбочек под сотню мегатонн. Пересек Атлантику и зову наводчика «Наводи, говорю, Петров на город Вашингтон». У меня слезы на глазах, вы понимаете, это гениально. Тру-ля-ля, тру-ля-ля, все могу за три рубля. Здравствуй, новая земля, неприятеля. А на самолетике сверху друг мой Вовочка Не с пустыми люками в гости прилетел. На подводной лодочке да с атомным моторчиком Экипаж веселую песенку запел. Тру-ля-ля, тру-ля-ля, можем все за три рубля. Ты гори, гори земля, неприятеля. Сладко дремлют в нарфолке огоньки по берегу. Спят усталые игрушки, негры тихо спят. Это что-то. Ты прости, Америка, хорошая Америка, Но пять сотен лет назад тебя открыли зря. Тру-ля-ля, тру-ля-ля, все могу за три рубля. Пополам гори земля неприятеля. Тру-ля, тру-ля-ля, все могу за три рубля. Питам в воробной лодочке да с атомным моторчиком Да, с десятком моторчик под сотню не готов. Пересек от ладику и за головочек. Поводи, говорю, Петров на город Вашингтон. Тру-ля-ля, тру-ля-ля, все могу за три рубля. Здравствуй, новая земля неприятеля. Ты на самолетике, слепко друг мой, Бобочка, И с пустыми люфами кости прилетел. На подводной лодочке да с атомным моторчиком Этим Вашу веселую песенку заперет. Тру-ля-ля, тру-ля-ля, вожем все могу за три рубля. Тру-ля-ля, тру-ля-ля, все могу за три рубля. Тру-ля-ля, тру-ля-ля, все могу за три рубля. По полу, оболон, кори земля неприятеля. Тру-ля-ля, тру-ля-ля, все могу за три рубля. По полу, оболон, кори земля неприятеля. Тру-ля, тру-ля-ля, тру-ля-ля. Аплодисменты. У меня просто нет слов. Насколько это просто, доступно, гениально. Это такой народный фольклор. За 3 рубля могут все что угодно. Петрович, Вовочка. Вот все собрали. Ненависть свою к американцам. И свое какое-то ватное превосходство. И атомная лодочка с моторчиком. Эту чушь, ребята, поют в Исаакиевском соборе. Хочется спросить. Вообще, до какого предела докатились эти люди? Происходит преступная пропаганда ядерного ракетного удара по Соединенным Штатам. И призыв к тому, чтобы вся земля горела. Эта провокация Америки это хуже, чем делает Ким. Несчастный Ким, который пытается выторговать себе несколько мешков риса. Понять, что такое Россия сегодня, мы на самом деле до конца не можем. Как умудрилась страна за несколько лет опуститься до такой степени, где эти люди? Почему они не встали и не ушли? Почему они не стали бросать в них чем-нибудь, чем только могли бросать? Почему не было никакой реакции? Почему они все засунули свои языки в задницу и отключили свои мозги? О чем они думают эти люди? И думают ли они вообще о чем-нибудь? Несчастная шайка малообразованных питерских бандитов захватила власть. Из 150 миллионов олухов сидят и слушают все это и продолжают сглатывать и опускают уровень своей страны до состояния, откуда вы его просто выцарапать больше не сможете. От вас уйдут все. С вами даже такие, как Венесуэла, скоро общаться не будут. К чему все это? Что хотят русские этим показать? Сначала дети поют, дядя Вова, мы с тобой пойдем в последний бой. Теперь их родители поют, сгори земля, давай Петрович за три рубля. И они мне говорят, ты русофоб, ты не понимаешь, не любишь Россию, ребята, господа. Это можно любить? В этом можно что-то находить? Какую-то художественную ценность? Что в этом можно найти? Объясните мне те, кто пытается мне сказать, что это хорошая, добрая страна, и в ней живут замечательные, добрые люди. Просто нет слов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...